Добрый день! Детская библиотека номер 2 города Смоленска решила поддержать проект «Читаем смоленские сказки». И сейчас, совместно с учащимися школой номер 24, мы прочитаем сказку «Золотые слова». Жил старик со старухой. Умерла у старика старуха, осталась дочка. Взял себе старик другую жену, у которой тоже была дочка. Старикова дочка была девушка простая, добрая, а второй жены дочка гордая, доброты не было. Старуха заставляла падчерицу рано вставать и работать до темноты, а свою дочку не жила. Один раз в зимнее время, когда мороз был очень сильный и сугробы страшно большие, заставила мачеха падчерицу целый день до темноты воду таскать. Под вечер совсем падчерица с ног сбилась, заморилась, замерзла воду таскавши. Одежонка на ней была никудышная. Подходит вдруг падчерица старушка, такая старая-престарая, чуть на ногах держится, грязненькая, и просит у девушки пить. Падчерица хоть и очень замерзла и устала, но остановилась. Старушка хотела напиться с заднего ветра, она ей говорит, пей, бабушка, с переднего. Напилась старушка, поблагодарила и пошла. Пришла девица домой, хотела было погреться хоть немножко и попросила у мачехи, разреши, матушка, мне самое малость обогреться. Говорит, а у нее изо рта золото, да драгоценные камешки сыплются. Мачеха, как увидела, налетела, похватала золото и драгоценные камни и стала бить падчерицу. Скажи, подлая, откуда у тебя это? Падчерица сказала, что ничего не знает, что только сейчас к ней подходила напиться старушка, и что больше ничего она не знает и не видела. Думает мачеха, что у нее под череси свет счастливый. Посылает свою дочку по этому следу, одевает ее, потеплеет, целует, ласкает. Идет мачехина дочка с водой, замерзла, злая, золото, нигде не видно. Вдруг ей навстречу старушка, старенькая-бестаренькая, грязненькая, и просит пить. Мачехина дочка как закричит. Иди прочь, старая корга, у меня руки замерзли, некогда мне с тобой возиться, я золото ищу. Ничего не сказала старушка и ушла. Влетела в хату, как буря мачехина дочка, злая-призлая. Мать стала раздевать ее, руки грим, а дочка кричит. Уходи, я сама разденусь. А изо рта у нее вместо золота и драгоценных камней выскакивают страшные рогатые жуки да жабы. Кто старых не уважает, у того всегда так бывает.